Здравствуйте всем! Я православный раб Божий Андрей, фамилия Маяшутов. Я хочу рассказать и поведать вам о тайных пытках над христианами. Как сейчас страдают люди по пророчествам Отрока Вячеслава, по пророчествам Натальи Терепиной. Все, что я скажу, является правдой, и это я лично на себе пережил. Сейчас, в наше время, в 2019 году и 7 лет уже страдаю от этого явления. Квартиру сверху этажом или ниже этажом потеряется человек, и начинаются пытки и изживания сосвету. Это сатанисты, которые сейчас с помощью тайного оружия, о котором никто не знает, сживают сосвету людей, убивают их страшными пытками из-за стенок. Представляете? Так что пророчества все сбылись. Мне 29 лет, я молодой парень, но моя жизнь уже 7 лет назад уничтожена. Явление это называется психотронный террор. Можете написать в поисковике, в интернете. Извиняюсь за такое состояние, может быть, в котором я нахожусь. Но пытки не прекращаются никогда, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Подселяется сатанинский какой-то человек в квартиру выше или ниже этажом по заказу. И над православным человеком начинается издевательство. Видимо, за веру мы должны пострадать. Но эти пытки проводятся на теле, на организме человека. Пытки проводятся разные. Чаще это запечение каким-то полем тела человека. То есть ты страдаешь так, что от болей и головных болей в квартире находиться просто нельзя. И эти издевательства сопровождаются постоянными стуками ночью в квартире, специально намеренно. И все эти соседи посмеиваются и всячески издеваются и косо смотрят. Все, как описано в Новом Завете про фарисеев. Цокают языками и ненавидят неизвестно за что. Вот так сейчас живают все христиан со святым. Еще раз напомню. Проживаю я в городе Гомель. Зовут меня раб Божий Андрей Шут. Я православный человек. Страна Беларусь. Тайные пытки над христианами. Уже начались. Это психотронное оружие. Явление называется психотронный терроризм. Или коротко психотеррор. Психические, психологические пытки также. Решили работы. То есть это целое сатанинское засилие. То есть квартиры сдаются для того, чтобы у православных сейчас отнимать жилье. Разворовывать их квартиры. В квартиру кто-то ходит. Портит вещи. Специально. То есть издевается как только можно. Еще вы найдете ряд видео, где просто над стариками приходят неизвестные люди в квартиру и начинают над ними издеваться. Потом их берут под компьютер. Это явление еще называется взять под компьютер. Когда человека берут под компьютер, технологией такой сатанинской создается у него в голове какая-то, видимо, чипизация. Я не знаю. Внедряется что-то в разум человека. Демонстрируют, что читают его мысли. Вот. Показывают это. То есть вот до чего дошла сатанинская технология. Я хочу, чтобы эта информация дошла до всех. Чтобы ее увидели все православные люди. Если я где-то что-то солгал, пускай меня накажет Господь, Бог Иисус Христос, Сын Божий, Который придет судить нас всех, праведных и грешных. Расскажите об этом всем. Я вас прошу. С вами был я, Андрей Шутов.